Сезон конного спорта открыли в Хабаровском крае. Обычно такие соревнования начинаются с приходом весны, но в этом году организаторы решили поторопиться. Общение с лошадьми ждали дети с особенностями здоровья, для которых это не просто спорт, это еще и реабилитация. Репортаж Ульяны Крамаренко. Все помнят клички своих лошадей? Знакомь. Марк. 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 Мираж. Мираж. Плэмбир. Одна лошадь. Простые действия этим спортсменам даются нелегко. Еще недавно многие к лошади боялись даже подойти. Теперь они участники первенства и ученики школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва. На открытом первенстве дети будут демонстрировать навыки в спортивно-адаптивной езде. Детям более сложно, то есть к этим соревнованиям они готовятся усердно. Для них это определенные сложности в управлении лошадью. То есть в связи с их физическими возможностями лошадь животное большое. Адаптивную верховую езду на площадке покажут 9 спортсменов. Среди них 12-летняя Малина Судакова. В конный спорт ее привели родители. Ребенку поставили диагноз ДЦП. Нужна была реабилитация. Мы сразу все меры приняли для того, чтобы был прогресс в плане здоровья. И она максимально здоровая, на мой взгляд. Она умничка, красавица. Шесть лет усердных тренировок помогли добиться больших успехов. Малина уже давно выходит на спортивную площадку без помощи коневода. А мотивирует на успехи ее большая мечта. Сняться в фильме «Верхом на лошади». То, что можно свободно вот так вот уже научиться управлять лошадью. Можно сниматься уже в фильмах тогда получается, как голопом. В школе паралимпийского и сурдлимпийского резерва по конному спорту с особенными детьми занимаются с 2015 года. Начинали с одной небольшой группы. Сегодня их уже три. Соревнования таким спортсменам, говорят тренеры, необходимы. Показать даже скромные результаты на спортивной площадке – это в том числе и социальная адаптация. Чтобы не чувствовать себя просто катающимся в манеже. То есть, когда ты один на один – это хорошо. Но когда человек преодолевает вот этот, скажем так, барьер выступления на публике – это очень большой шаг. Преодолеть все страхи перед заездом детям помогают и с помощью развлечений. Популярный последние несколько лет за границей хобби-хорсинг только набирает популярность на спортивной площадке Хабаровска. Как вы думаете, это голоп? Нет. А что это за аллур? Рысь. Мы действительно все делаем возможно, чтобы дети к нам приходили, дети оздоравливались, получали заряд энергии, стремились к вершинам именно в адаптивном конном спорте. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали, поехали. Ульяна Крамаренко, Тимур Новоселов, телеканал «Губерния».